В Новосибирской области уже 10 лет существует традиция вручать автомобили многодетным семьям, тем, кто воспитывает семь и более детей. Олеся Гуровова из Искатимского района подала заявку два года назад. Под Новый год ключи от новенькой Лады Ларгус, ей и другим многодетным семьям, вручил замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. У нас Даниил улыбается в настроении, да, сыночек? Даниил самый младший ребенок, седьмой из самых любимых всеми братьями и сестрами. Но его здоровью с рождения требуется постоянное внимание и контроль со стороны врачей. Когда выяснила, что он совсем видеть не будет, у меня второй муж в мае сбежал. И все, и осталась я одна, вот с семью детьми, вот это вот два года мы прожили, сейчас я замуж вышла. Трудности семью не пугают, здесь верят, хорошего в жизни всегда больше. Самый любимый праздник – Новый год. Обязательные атрибуты, елка, гирлянды и подарки. А под бой курантов непременно загадать желание. Заветная мечта Ольги, чтобы младший сын пошел ножками, остается пока не сбывшийся. Но чудеса все равно случаются. У меня до года и двух не поворачивался. А теперь он и сидит сам, как бы, и понимает. Поговорить с ним, как бы, можно. Он не видит полностью, а как бы все равно он нас-то понимает. Поэтому надо с ними на массаже ездить. И вот то, что автомобиль есть, это, конечно, большой плюс. Собственный автомобиль открывает перед семьей новые возможности. Помимо частых поездок в больницы, доступнее становятся кружки, репетиторы, кинотеатры. К тому же семья сейчас снимает квартиру в Искитиме. В Легостаеве остался дом с огородом. Будущей весной к Гуровогу уже запланировали сажать там овощи и ухаживать за посадками. Добираться до места больше не проблема. Новенькому автомобилю рады все. Такой новогодний подарок семья запомнит на всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин